всем привет с вами мистер x сегодня мы будем рассматривать высотные бои я вам расскажу как вести бой на высоте вы часто спросите меня чтобы я вам комментировал бои то есть говорил все что я делаю почему я делаю сегодня постараюсь вам побольше рассказать и прокомментировать так давайте начнем как вы видите я после исхождения перехожу на вертикальный маневр делаю боевой разворот и получается у меня выйти на стрельбу вот и промазал но все равно у меня как бы имущество я выхожу противник на 6 почему именно вертикальный маневр давайте я вам расскажу одну историю то есть все вы знаете что я больше синий пилот чаще летаю на немецкой технике и вот однажды я встретился с яком который заставил меня попотеть честно говоря то есть як делал петли то есть бой начался я на него падал сверху то свое и он начал делать петли и я не мог его нормально достать то есть как бы я пытался пытался дотягивал но даже на ручном управлением бы не было очень сложно его достать я все равно его достал но мне показалось что это было очень сложно и и пустого момента я понял что я очень хорош в петлях и вертикальном маневре о чем я и сейчас хочу вам рассказать и хочу чтобы все делали только вертикальный маневр забудьте про вираж и вираж в безвесе это вообще дно вообще отстой вообще вам ничего не поможет зайдете в вираж все вы покойник а вот вертикальный маневр вы будете жить запомните я вам просто так не говорю как синий пилот это давайте вернемся в бой как вы видели я тут прозевала так вот 6 но не повезло что противник не попал итак смотрим что я делаю как вы видите я делаю только вертикальные маневры вверх-вниз вверх-вниз и постоянно слежу за противником то есть в бою против противник конечно нужно очень внимательно следить за противниками и знать где они находятся то есть контролировать их на яке в бою у меня радиаторы всегда полностью открытый масляный открытый водяной открытый рут полностью 100 ничего не жалею на высоте як себя чувствует очень даже хорошо и не греется на пяти тысячах он вообще не греется как вы видите долго у противника на 6 задерживаться нельзя так как вам никто не сможет подсказать что у вас 6 и осмотр с яка не очень 6 просматривается вы можете прозевать атаку поэтому лучше отвернуть и дальше следить за боем я сейчас делаю разворот слежу за противниками что происходит разворот идет с маленьким набором стараюсь держать скорость здесь я выхожу противнику в лоб возможно он думает что у меня мало энергии не смогу до него дотянуться но я попадаю в двигатель и двигатель скоро выйдет его из строя остается только один противник как мне показалось это противники были не очень опытные мне кажется что они стс здесь их не согласованная при маленькой скорости фонарь можно открывать для лучшего осмотра но когда скорость большая то лучше его закрывать здесь опять встречая противника вертикальным маневром опять делаю разворот с выходом атаку попадание есть но что-то ничего не повредил атаку head не переключается атаку как Здесь опять ухожу на вертикальный маневр и в верхней точке выпускаем щитки, чтобы более устойчиво быть на малой скорости. Мистер Шмидт свалился и неплохая атака, но в принципе это был не очень такой сложный бой, потому что противник был не очень сильный, пойдем в следующий бой, там противники сложнее. Конечно, в бою всегда лучше первым замечать противника, чтобы подготовиться к схождению, чтобы получить больше преимущества. Так бывает, конечно, не всегда. Но когда первым замечаешь противника, то это очень хорошо. Ты готов к этому. У тебя как бы есть уже преимущества. Сейчас опять делаю схождение, опять ухожу на вертикальный маневр. Здесь в верхней точке не обязательно выпускать щитки, так как скорость большая. Опять разгоняемся на противника. Противник от нас уходит, он, конечно, от нас уйдет, и мы его преследовать не будем. Так что, потому что мы его по-любому не догоним. Это Мистер Шмидт, и Явд никак не может догнать Мистер Шмидта на высоте. Да и вообще никак не может догнать. Поэтому в таких случаях мы перестаем преследовать противника и идем с мелким-мелким набором. Даже можно немного изменить направление, чтобы противник видел, что мы отвернули, нам он уже типа уже не интересен тому, и дать ему возможность развернуться на нас и продолжить бой. Вот я отвернул, противник заметил, что я отвернул и как бы понял, что я ему уже типа не интересен, и начинает подъем на высоту. Мы контролируем его, чтобы не потерять, смотрим за ним, также набираем немного высоты. Но не сливаем всю скорость, держим энергию, осматриваемся, чтобы узнать, что у нас происходит вокруг, и сближаемся с ним. Сейчас противник уже даже на нашей высоте, и даже может уже чуть выше на основу, энергия примерно одинаковая. Но все равно преимущество, конечно, у него. На большой высоте ручку тяните плавно, не старайтесь резко повернуть. Вот видите, я постарался чуть-чуть повернуть, и у меня это небольшой взрыв получился. И при этом можно потерять значительную энергию. Ну, Мессершмитт тут что-то уж очень осторожничает и боится ввязаться в бой. Хотя, в принципе, наверное, понимает, что в Яком на высоте не очень комфортно воевать в одному. И вот тут вот начинается самое интересное. Я при осмотре замечаю выше себя, намного выше еще одного противника. И сейчас бой уже будет намного интереснее. Тот противник пошел не на меня, а на того Мессера. Сейчас он его проверит и вернется вместе с ним. Так, здесь уже начинается самое интересное. Мы что делаем? Мы не идем за ним, мы идем в мелкий набор, стараемся контролировать его. Все то же самое. Здесь наша задача знать, где находятся противники второй и первый. Один вот у нас получается ниже, второй выше. Вот. Ну, мы идем, конечно, на верхнего. Так, нижний там где-то потерялся. Ну да ладно, он сейчас еще вернется. Контролируем верхнего противника. Следим также за скоростью, чтобы скорость у нас была достаточная для маневра. Держите скорость не менее 250 км в час на Яке на больших высотах. Этого очень даже вполне хватает, чтобы сделать верстыкальный маневр. Итак, на нас заходит противник и я ухожу вверх. Посмотрите, как я это делаю. То есть противник не может меня атаковать с такого угла. И не может резко задрать нос вверх, так как у него большая скорость. И тем более это происходит на высоте. Осматриваюсь. Смотрю, где там второй. Иду за противником. Жду, что он будет делать, предпринимать. Конечно, противники бывают разные. Есть агрессивные, а есть такие пассивные, которые пытаются уйти там далеко, дистанцию там разорвать конкретную, чтобы там вообще не знаю, чтобы из видимости пропал. И потом разворачиваться, атаковать. Ну я так, конечно, летая за синих, я так не делаю. Я сразу агрессивно начинаю. Так, вот здесь я замечаю второго. Ну что, тут уже веселее начинается. И начинаем пока наш там далеко вверху. То есть с этим можно немного прикрутиться. То есть попытаться зайти на него. У него энергии меньше, высоты у нас больше. Можно немного с ним покрутиться. И попробовать зайти на него. Ну, конечно, тут какие-то попались, ну, очень осторожные мессера. Ну, это... Ребята... Не русские. То есть... Так, опять заходит на меня мессер. Я это вижу верхний. Опять, смотрите, я опять ухожу вверх. Видите? То есть он никак не может по мне попасть. То есть он не может на такой скорости, спикировав на меня, дотянуть до меня ручку. Просто проносится, ну, и пускай себе проносится. Никакой опасности он не несет. Главное контролировать его. То есть вы поняли, да, что я вам что хочу навязать. То есть... Вот в таких высотных боях никогда не уклоняйтесь от атак вниз. То есть, там, спиралью, да, там, как все там красные делают. Я вообще-то такие вот маневры вот эти вот вниз спирали, вот, особенно на Яки, этого вообще... Я их никогда не делаю. Это... Это чисто подстава под атаку. Вообще никогда их не делайте. Смотрите. Хоп! Вверх. Все. Крылья поднял. Он пролетел там внизу. Ничего тебе сделать не может. Вот еще один этюд. Опять. Хоп! Крылья поднял. Все. Где лофта? А вниз пойдешь по спирали, он за тобой так же пойдет, еще и прострелит, будет доворачивать. Так. Ну, сейчас они вот вроде бы такие стали пожестче такие. Сагрились, сагрились, короче, на меня. Почувствовали, короче, преимущество. Двое против одного. И начинают меня тут по-жесткому. Так. Ну, смотрим. За противником и выходим на лобовые. Даже можно выходить на лобовые. И тут немного шесть получаем. Чуть-чуть вниз разгоняемся и уходим на пять на петлю. На петлю уходим, как я вас и учил. Мессер тут нас не достанет, потому что он выпрыгнул на максимальную высоту. Вы видели снизу, да? И у него скорости как бы немного. И он не достанет нас. Здесь опять пытаемся выскочить на лобовую, чтобы пробить противника. Встречаем его. Действуем агрессивно. Агрессивно. Никогда не ведите бой пассивно. Никогда не защищайтесь просто так. Я вас буду учить только агрессивно вести бой, атаковать. Не атакующий истребитель это вообще не истребитель. Так что ведите бой агрессивно. Всегда. В любых ситуациях и положениях. Так. Ну и здесь уже мессер пытается мне уже конкретно садиться на шесть, поэтому я начинаю с ним крутиться и стараться зайти ему на шесть. Уже пускай тот верхний ходит туда и атакует на проходах. Возможно мне поудастся его согнать. Вот здесь вот он просаживается и у меня есть позиция для атаки. Сейчас будет мессер это пока сзади нету. Есть попадание. Что-то там у него попало. Так. На нас заходит еще второй мессер. Внимание. Опять уходим вверх. Поднимаемся вверх. Пускай внизу проскакивает. Выходим на контратаку. Пытаемся атаковать, попасть безрезультатно. Кстати, этот маневр контратаки я вам позже отведу в отдельное видео и расскажу подробнее. Ну и здесь вот ко мне пришел на выручку як. Так. Меня потерял второй мессер. Отлично. Когда приходят помощники это очень хорошо. Ну все. Этот, короче, пошел на слив. Можно с ним уже не заморачиваться. Не заморачиваться. Все. Еще больше oben взволил. Ну все, того мессера сейчас убьет як, кстати это два мессера они с одного склада и сидят в ТС, то есть координируют свои действия. Этот мессер отошел и набирает высоту, но будем бежать за ним. Иду без сильного набора высоты, не стремлюсь за ним прям климпится, поднырю как бы под него, чтоб он тоже меня меньше может видимо или не чувствовал опасности. Как потом окажется сейчас он еще и с подвесами, так что догоняю его вот так бодренько, хорошо, смотрю что это с одного склада парни. вот такой вот получился интересный бой, давайте перейдем к следующему. итак здесь бой один на один, противник пан доктор, опять я получается ниже противника, вот первая его атака, опять я ухожу перед его атакой вверх, пытаюсь выйти на контратаку, но противник уходит дальше по прямой, поэтому здесь безрезультатная атака. Вообще мессеру с яком на 5000 очень даже не легко и один на один сбить яка вот на таких вот проходах это вообще очень сложно. и поэтому, чтобы сбить яка, мессеру надо вообще ходить на вертикали, чтобы яка там немного подвис, например, или, не знаю, падать на него отвисно вниз, то есть чтобы на проходе его как бы пробить, чтобы як вверх уже не пошел. то есть когда ты под углом пикируешь на месте, да, то это совсем другая атака, и она отличается от атаки сверху прям пикированием, то есть это совсем уже другое с вертикали. И только на таких вот проходах с вертикали можно яка достать, я так думаю, потому что я так атаковался, да. Или нужно заманивать яка, сделать так, чтобы он вывесился, пытаясь за вами, за мессером вытянуться, думая, что он достанет, и тут уже мессер на вертикали переворачивается и расстреливает яка. Ну только вот так вот. Или пытаться мессеру вытягивать яка, то есть идти как бы строить типа атаку, яка типа начинает маневр, весь мессер опять уходит вверх и опять начинает на него заход, то есть пытаться вывесить яка, оставить его без энергии и потом уже попытаться его дожать, прям конкретно перетягиванием ручки попытаться дожать, но это чревато для мессера. Так, сейчас вот опять вот так у нас идет доктора и опять я ухожу на него вверх, здесь он опять проскакивает, ходит на скорости, опять вверх, здесь просто тянул, тянусь за ним и вот я уже, считайте, практически выхожу на линию огня, немного разгоняюсь и сейчас сделаю точный выстрел и все, что требует доказать, можно так сказать. Ну и подводя итоги, хочу сказать, что Як-1 очень хорошая машина, которая заставляет плохую конкуренцию мессершмитту, Як-1 мне очень понравился. На этом у меня все, я прощаюсь с вами, всего вам хорошего, Увидимся в небе, пока.